Течет здесь с самого начала. Вот полы вздулись, видите? Потому что под обоями все течет. Можете проходить сюда. Текла вода с обеих сторон. И дверь пришлось вот на кухне убрать. Тазики по всей квартире. Мебель прикрыта целлофаном. Обои отвалились. Неприятный запах и плесень. В таких условиях людям приходится жить. Весенняя пора для жильцов дома обернулась не радостью, а проблемой. Из-за скопившегося снега опоры не выдержали и обрушились. Сейчас вода течет сквозь щели прямо на электрическую разводку. А опоры могут рухнуть в любой момент. Крыша обрушилась над первым и вторым подъездом. Текущий ремонт кровли не проводился три года. При этом деньги на счете дома есть. Коммунальные платежи оплачивают 85% жильцов. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию. Но результата нет. Мы очистили крышу от снега, чтобы уменьшить поток воды. Потому что пятые этажи все в воде. И уже произошло замыкание в квартире. И бабушка у нас в 35-й квартире была три дня без света. В таких условиях жители помощи от управляющей компании так и не дождались. Но получили отклик от властей. Представители районной администрации сообщили, более 750 тысяч рублей, которые находятся на счете дома, хватит, чтобы не допустить дальнейшего проседания крыши и решить проблемы с протечками. На встрече людей и представителей администрации советского района был разработан механизм действий для решения проблемы. Управляющая компания не реагирует. Жильцы остались непосредственно сами по себе брошены. Администрация советского района в настоящий момент ведет активную работу по оказанию юридической помощи. Проводится муниципальный жилищный контроль. Обратились в прокуратуру советского района. Возможно, жильцы решат перевести дом на непосредственное управление или сменят управляющую компанию. С аналогичной проблемой в советском районе столкнулись и жители на южном проезде 108. Ветхая крыша не выдержала веса снежной глыбы и обвалилась вместе с куском стены. Сейчас управляющая компания уже завершила ремонтные работы. Елена Малютина, Артем Сулайманов. События.